добрый день дорогие друзья всем пламенный саламу айкум из казахстана давайте вместе с вами сегодня разберем да нет не разберем разбирать мы ничего не будем скажем так понаблюдаем за тем как я ввожу в эксплуатацию вот такие сухо заряженные не сукой заряжены сухо заряженные батареи тюменские мотоциклетные хочу сразу оговориться что это для вас возможно будет простым наблюдением возможно вы сделаете какие-то выводы но я хочу исключить сразу вот этих хейтеров которые одна бабушка сказала дедушка пиздану внучек написал статью как и как надо и как правильно обслуживать такие батареи в ролике будет показана только моя работа опять же повторюсь ваше дело либо наблюдать за этим и ухмыляться либо принять это плану действий и как за основу для своей дальнейшей работы так батарея абсолютно сухая давайте глянем сколько она покажет у нас напряжение и покажет ли так но батарейки 003 вольта и нам эту батарею требуется залить электролитом по поводу электролита друзья к этому моменту к этому лет параметру заливки электролита нужно отнестись очень серьезно не к заливке к приобретению будем так говорить вот нет вначале привезли вот этот электролит сделанный или собраны неизвестно где неизвестно в каком подвале вот его наклеечку видно что переклеивали наклейка сделано на обычном принтере и приклеена эта наклейка то ли соплями то ли канцелярским клеем непонятно но это явно сделан электролит где-то в подвале блять не в подвале подвале там блять угорят от этого запаха спаси видимости этот электролит сделан из лучшем случае дождевой воды и кислоты которая который у нас в избытке на заводах где производит выщелачивание металла все прочее почему почему я так решил потому что мне вот с такой бутылочки привозят уже не первый раз электролит и последний раз мне опять же привозили я не пользуюсь сомнительными электролитами для вдохновения от заряженных аккумуляторов и в прошлый раз когда мне его привезли точно такая же этикетка такая же бутылочка плотность была при заявленных 1,28 плотность была 1,34 давайте посмотрим какая плотность у этого так сказать электролитр одной рукой неудобно поэтому поставил на паузу ну давайте замерим плотность и что мы видим плотность 1,25 1,25 я мерил рефрактометром это уже говорит о том что тут кто производит такой электролит относится наплевательский на то что он даже в этом параметре обманывает мягко сказать обманывает хочется сказать по-другому тех людей которые будут его использовать и неизвестно какого качества вода неизвестно какого качества кислота и как по конечному итогу это все естественно скажет на ресурсе таких батарей любое любое любая примесь которая может присутствовать как в воде так и в кислоте она естественно будет являть будет влиять на электропроводность электролита и на его все химические свойства советую рекомендую брать вот этот электролит это вроде как тюменского производителя но по крайней мере по крайней мере этот электролит хотя бы соответствует тому что заявлено ну давайте проверим открыл бутилку и давайте наберем видим точный 128 грамм на километр так или на милю напишите в комментариях так надо нам закрыть ну а теперь займемся заливкой перед заливкой я батарею ставлю в тазик с холодной водой не для того чтобы помыть а для того чтобы отвести тепло если это тепло появится во время заливки такое бывает и зачастую вот именно у тюмени недавно мне привозили точно такую же батарейку которую обслужил первоначально сам клиент и ну что то не работает батарейка и оказалось что одна из банок была замкнута будем надеяться что у нас пройдет все гладко подозревая что момент заливки пошла агрессивный терм агрессивный термонабор и все светло после перегрева батарейка у нас и замкнула не у нас у них так ну что поставлю камеру на штатив потому что мне для работы с кислотой с электролитом понадобится две руки было бы лучше конечно три использовать но третий к сожалению пока еще не выросла так ставлю на штатив и продолжим нашу нашу ролику так мы сделаю максимальное приближение на батарейку чтобы вы не посматривали за моими дырявыми колготками и не менее дырявыми носками так вначале будем заливать по 50 миллилитров в каждую банку чтобы для того чтобы смочить пластины это надо сделать как можно будет более резко потому как на заводе это все делается одновременно так полкишок есть баночку полкишок есть баночку от 70 до 90 миллилитров входит в эти батарейки электролитра почему по-разному до сих пор не могу понять это вопрос не ко мне есть полкишок есть полкишок есть полкишок залить электролит и через два часа через два часа батарейку экспу отправлять в эксплуатацию ну это корни неправильно продавец толком продавать не научился рекомендует обслуживать аккумуляторы так теперь делаем доливку доливку с перекрытием вот этих перемычек я пользуюсь вот таким шпицом и аккуратненько доливаем так вот у нас 40 90 миллилитров вошло в эту батарею войдет 100 миллилитров так 50 долил отлично в остальные доливаем также по 100 по 50 миллилитров видим газовое выделение активное вот эта баночка видите уже отличается по уровню электролита почему это разный объем ходит сказать не могу определенно по моему 50 это многовато поэтому по предыдущим батареям в среднем по 90 было залито чуть-чуть паленый электролит не гонил началось брожение бродение заходите все готовы моя шарманка да да готовы вот 50 тысяч приехали наконец-то забрали аккумулятор блять радиотор так теперь давайте посмотрим за уровнем уровень 3 миллиметра пластин здесь уровень побольше почему-то заливали одинаково есть 5 миллиметров 7 миллиметров почти 10 здесь крайне баночки опять три с половиной это они 5 миллиметров здесь и там ну трогать не будем мы самое главное что мы залили одинаковое количество электролита и а то что появились разные уровни но вымерять и наливать мы не будем нам надо чтобы пластины были смочены одинаково во всех банках так прошло буквально пять минут возможно меньше давайте посмотрим сколько у нас появилась напруги на батарее 12 где-то камеру 12 69 59 батарейки дадим отстояться не менее трех часов три часа отстаивается батареечка не забывайте при начале эксплуатации вытягивать вот эту красную пипочку пырпочку прикрываем баночки и хай он хай она стоит так юный пирамиду за температурой с 19 20 21 21 21 21 и 18 вот эта баночка у нас под вопросом температура воды 17 градусов термометрия облить температура не комментаторы часто пишут какая термометрия ты неправильно выражаешься неправильно выраживаешься ну как выраживаюсь так выраживаюсь не и пет так даем батарейки остается два с половиной часа сейчас время половина первого в принципе можно сделать замер плотности давайте плотность замерим после отстоя а пока я займусь другими делами вы можете ковырнуть кто в ухе кто в носу и подождать продолжение этого ролика прошло чуть больше часа после того как залили электролит и как видим температура у нас по батарее выровнялась температура везде одинаковая это можно констатировать как факт того что процесс знакомства электролита с пластинами у нас закончился так хочу это у нас 19 это сверху на чуть выше давайте чуть выше замерим и химический процесс за час 15 минут в принципе у нас практически закончился растворение электролитов и заполнение пластин так давайте вначале замерим на мультиметре показатели чтобы это было более достоверно и более правильно на мультиметре мы видим 1267 напряжение а теперь давайте снимем показатели на конвейчики вот этот конвей я использую чисто для аккумуляторов мотоциклетного типа потому как на автомобильных аккумуляторах он слегка завышает параметры и не не совсем удобно с ним работать давайте глянем что да как да почему и зачем так настройки cc я уже замерял ну замерю это и присутствие у вас 50 ампер заявлено производителем пускового тока или току через час 15 отстоя сто процентов мы видим посоху 107 ампер пусковой ток и 1270 меры c сейчас я срочном порядке закину в топку перемешков и после этого мы продолжим работу с этой батареи проблема в том что нам надо немножко ускориться связано это с тем что клиент он совхоза и вот он сейчас звоняется по городу там не знаю по магазинам или где ему надо вернуться обратно к своим родным и близким может к детям может коровкам к лошадкам а может и к барашкам а я работаю до 6 поэтому мы с ним условились что в 6 часов он приедет и заберет эту батарейку поэтому с небольшим ускорением обычно даю отстояться таким батареям не менее трех часов ну как видим процесс заполнения электролитом у нас прошел температура остановилась пусть немножечко еще давайте часов дадим ей может сейчас на в районе пятидесяти нет ни пятидесяти где же моя математика 40 минут пообедаю и начнем батарейку до заряжать перед до зарядом замерим плотность а зачем я вам планы раскрываю вы все увидите сами прошел еще один час отстоя после ведра пельменей где-то стало легче а где-то тяжелее но вопрос не об этом давайте замерим еще раз напряжение на батарейки 1267 напряжение не двигается давайте смерим параметры через час плюс на плюс минус на минус длина проводов 4 метра все как вы любите так и мотоцикл как видим параметры стали по лучше уже 125 ампер и сопротивление 167 давайте приступим к измерению плотности так вскрываем баночки еще такой момент почему у нас произошло все так быстро его в том что батарейка у нас очень свежие это май 24 года то есть батарейка только что из печки только что сваренная и никаких простоев но если дата будет бывает и годовалые привозят и двухгодовалые сука заряженные поэтому этот промежуток пропитки и отстоя настоя он может конечно же увеличится у нас прошло два с лишним с небольшим часа два часа 10 минут если быть точнее и этот процесс у нас прошел довольно таки быстро поэтому можно смело приступать к зарядным мероприятиям набираем так нас интересует вот эта проблемная банка которая грелась меньше всего и так нет наверное друзья я поставлю на штатив потому что мне нужны нет не получается мы сделаем вот так вот чайковский подоспел надо отключить так сделаем небольшой ход коню вот так вот поставим рефрактометр и капельку нанесем призму так вот так вот а теперь ищем где у нас дырка так тойоперный театр так ну что друзья видим 124 в этой баночке но если не видно то поверьте он для буду 124 следующего банка тряпочка то я не взял с собой минутку так следующий кричит наш заведующий вторая баночка также наносим капельку если тела капля на них муха надо успеть пока она не смогла вот так отлично ищем дырку так диана плотность 125 друзья давайте чтобы не удлинять ролик и сделать это по-быстрому я пока отключу запись произведу замер плотности по банкам и потом сделаю вам короткий доклад во всех остальных банках плотность у нас 125 в этой 124 то что баночка у нас это отстающая было видно по тому как она набирает температуру по термометрии теперь приступим к зарядным мероприятиям в принципе с такой батарейкой справится любое автоматическое устройство я обычно это делаю на на вот этом вот устройстве она очень хорошо разматывает именно такие мотоциклетные батарейки можно сделать на любом китайцев но мы это с вами сделаем на 57 выбили на так как наиболее это устройство наиболее популярная наиболее распространенная и как правило автовладельцы берут это устройство в качестве основного для работы и обслуживания с аккумуляторами так сейчас я переметнусь к зарядному боксу и продолжим закинул батарейку лучевой и будем работать свой пилочком подключаем наши крокодильчики видим 12 7 сразу выставляем 14 8 вольт и ток минимальный 0 1 вернее с нулем 1 ампер вот так сейчас подключил свойства и подкорректируем зарядный ток так на 9 вот единичка ну все поехали время не хватает 10 минут до 15 00 или до 3 часов дня поехали дальше а я пока вы будете ехать я пока займусь полюсным выводом надо нарастить прирастить срастить короче надо сделать новый полюсной вывод друзья для вас совершенно неожиданно и незаметно вырос полюсной вывод на барсе и приехал еще приехал владелец нашей батарейки поэтому будем заканчивать работу с аккумулятором еще вот 15 минут нам не хватило как раз до добить ее ну ладно да нет ждать не будем 2 часа 57 минут а это 2 ампера 57 ампера батарея приняла давайте замерим плотность так обычно при клиентах не снимаю ролики но стесняюсь мы сегодня правило нарушим так давайте мерим плотность вот капелька надо нам поймать каким-то образом и так вот этого банка который у нас проблемно грелась не нагревалась вернее так видим плотность 127 127 во всех банках остальных я мерил плотность но для вас покажу одну одну баночку соседнюю также 120 нет 128 в одну точку разброс но это связано с техно с них на с технологией три часа как видим проработали с батареей это вопрос уже к производителям этих батарей зачастую 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 я такие отклонения вижу на абсолютно много батареях так делая прибор давайте посмотрим что нам выдаст прибор по параметрам по-прежнему 50 ампер и мы видим 140 ампер пусковой ток 1369 нрc 1042 сопротивления сейчас я отдам батарейку и мы с вами сделаем выводы зависит от мотоцикла если он не заводится у вас то это вопросник батареи все я сегодня ему позвонил туда в кустанай 20 тот аккумулятор нет полностью мотоцикл они мы неправильно собрали там права не привез газелист я посмотрел на цикл проехал сразу позвонил я здесь стучит там гремит тут правда он мне привезите мне его назад мы не мы его собирали ну а транспортные расходы кто берет на себя ну вот я не знаю сорок тысяч я отдаю чтоб устаная газелька приехала но это же вот я ему 600 тысяч перевел за мотоцикл 40 тысяч скину газелисту он привезло мне как привезите его назад но это тоже не делая аккумулятор они вам какого года 21 вот я про аккумулятор тоже сказал я заехал к специалисту аккумулятор там написано 21 я говорю вообще его не трогать вот первый раскрыли там одна банка полная перилита он говорит я аккумулятор этот обратил ну естественно как они на новый мотоцикл установили 21 года я говорю четвертый мотоцикл покупаю три мотоцикла нормальные вот этот четвертый вы какая то зовут он говорит я вас понимаю не но с этим конечно ладно хорошо давайте всего доброго я вам по ватсапу скажу потом завелся не завелся ну нет он это батарея крутящая 140 ампер объем какой двигателя 250 ну в принципе ему до жопы да он должен крутить аж переднее колесо ну я вам по ватсапу скажу просто хорошо хорошо давайте до свидания а всего доброго видели и слышали наш диалог бывают такие продавцы у нас как некорректные некомпетентные и возможно нечестные и как наши продавцы заявляют на таких батареях динамику по батареи вы сами прекрасно видели вроде бы немного добавилось после отстоя 15 ампер пускового но опять же мы делали замер некорректный потому как не дали батареи отстояться и где-то 25 ампер после отстоя мы реально увидели бы поэтому вывод делать конечно же вам стоит обслуживать батарею абсолютно новую таким образом либо не стоит либо послушать продавца кивнуть ему сделать все как он рекомендовал но после этих рекомендаций продаванов потом не стоит ныть что батарейки особенно вот эти мотоциклетные тюменские отхаживают два года максимум в редких случаях 3 те байкеры которые возят ко мне батарейки постоянно я есть у меня вариант который приводится уже пятый год так что выводы делать конечно вам я всего лишь на всего показал часть своей работы на примере такой мото батареи решать как поступать вам друзья но на этом на этом мой рабочий день подгреб для вас неожиданно для меня ожидаемо всем хочу пожелать добра здоровья удачи благополучия берегите себя своих близких ну и свои чужие батарейки всем пока друзья